Завалили на экзамене. Этой осенью не сдавшие на водительские права, несколько раз писали посты в городских пабликах. По их словам, инспекторы придирались и давали задания на ошибку. Повернуть под кирпич и остановиться там, где нельзя. Инспекторы дают команды книжными фразами. Заставляют развернуться там, где и сами этого не сделают. Видимо, инструкторы делятся деньгами, которые берут за аренду машины и за доп. занятия. Мы решили провести эксперимент. Договорились с ГИБДД поприсутствовать на экзамене, чтобы оценить все это своими глазами. Агапитова Людмила Сергеевна. Восемь утра. Будущие водители, волнуясь, заходят в аудиторию. Теоретический экзамен, 20 вопросов, один неправильный ответ и пять доп. вопросов. Две ошибки в одном блоке и на пересдачу. Здесь из 19 человек шесть раздали без ошибок. 12 человек ошиблись один раз и один человек не сдал. По словам сотрудников ГИБДД, это еще хороший результат. Теперь практика. Самый сложный этап. Какие задания я вам буду давать, вы должны выполнять это согласно правил дорожного движения. Все экзамены проводятся при наличии средств аудио-видеофиксации приема экзаменов. Вся эта информация получена с использованием этих средств хранится в течение месяца. Тем более административным регламентом предусмотрена процедура обжалования этих результатов. И в случае несогласия человек может прийти, написать жалобу. И данный экзамен будет рассмотрен комиссией и по нему будет принято решение о правомерности. Возмущенных немало признает Брютов. Людей еще пугает статистика. В Барнауле с первого раза сдают экзамен 12% экзаменующихся. По этому показателю краевая столица на дне сибирского рейтинга. К примеру, в Кемерской области 14%, в Омской 18%, в Республике Алтай 22% и в Лидерах Новосибирская область. Там процент тех, кто сдал с первого раза приближен к 30%. Экзаменующиеся волнуются. Сначала в очереди, потом за рулем. И от того, что рядом инспектор, мы прокатились с шестью претендентами направо. Давайте, повернем направо. Ну прям крузак туда едет, ну по нему-то маленько хоть посмотрели бы. Просто посмотрели. Вы даже голову туда не повернули. Все прекрасно. Ну а знак-то надо не забывать. Все? Верно? Верно, что? Вам все понятно? Все объективно? Какое было же, Рай? Повернуть на полу. Где? На гиггерстке. На каком? На гиггерстке. Это? Это не гиггерстке. Совершенно верно. Ну спросил вас сегодня. Просто внимательно послушайте. Невнимательность в 95% случаев – это главная причина, по которой сдающий валит экзамен. Есть и фактор волнения, особенно в первый раз. Еще одна причина пересдачи – выбор автошколы. В Барнауле их около 30. И по статистике ГИБДД качественно водители учат не везде. Мы прозвонили несколько автошкол, чтобы узнать, как у них проходит обучение, но комментировать это никто не стал. А в нашем эксперименте практику сдавало 26 человек. По статистике ГИБДД хорошее обучение – это 70% успеха. Но ученики некоторых автошкол не могут сдать даже теорию и пересдают ее по 10 раз. Единственное, что советуют инспекторы – тем, кто хочет получить права, с умом выбирать автошколу. Ну и быть готовым к провокациям от инспектора. Иначе как он проверит ваши знания. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.